Витамин Доктор Витаминкина расскажет, почему нельзя есть снег Обязательно оставайтесь с нами, будет здорово Соня, ты уже елку нарядила? Нет пока, на выходных планирую Это хорошо Предлагаю тебе посмотреть рубрику «Лови лайфхак» Арина покажет несколько способов, как это сделать необычно Интересно, давайте посмотрим Всем привет Новый год это самый долгожданный и волшебный праздник Который любят и взрослые, и дети Самое главное новогоднее украшение это елка Если вы ее еще не успели украсить, предлагаю несколько лайфхаков Которые помогут превратить настоящую или искусственную елку в новогоднюю красавицу Сделать так, чтобы елка выглядела красиво, очень просто Для этого понадобятся разноцветные шары и мишура Красавица! Елку можно украсить и самодельными игрушками Например, из апельсинов Нарежьте их тоненькими кружочками, а затем засушите в духовке Получится очень красиво и ароматно Если в шары из прозрачной пластмассы или стекла положить серпатин, выйдут симпатичные украшения Елочная игрушка из настоящих шишек Можно повесить их на елку в первозданном виде Или же покрасить и обсыпать блестками Шарики, потерявшие презентабельный вид, можно завернуть в красивую ткань и завязать бант Игрушки изготовлены из ниток и клея Никаких сложностей в создании такой красоты нет Надуйте шарик, набатайте на него нитки, вымоченные в клее ПВА Дождитесь полного высыхания Проколите шарик и привяжите на него красивенькую веревочку Как вы уже успели убедиться, в роли игрушек может выступать все что угодно Главное, включить фантазию и воображение И тогда у вас получится красивая и оригинальная новогодняя красавица Ну а с вами была Арина, пока-пока Тимофей, признавайся, снег ешь? Пробовал, конечно, правда, давно очень, а ты? И я ела, еще и сосульки грызла Думаю, у меня одни такие Поэтому предлагаю посмотреть рубрику «Просто о здоровье» Доктор Витаминкин расскажет, почему нельзя этого делать Внимание на экран Добрый день, с вами рубрика «Просто о здоровье» И я, и ведущая доктор Витаминкин Некоторые дети зимой любят пробовать на вкус белый пушистый снег Хорошая ли это идея, и можно ли это делать? Предлагаю сегодня в этом разобраться Давайте сначала разберемся, что такое снег Высоко над землей, где парит страшно холод Туда поднимаются водяные пары Замерзают, превращаются в маленькие кристаллы Каждый такой маленький кристаллик растет Пока не превратится в белую пушистую снежинку Снежинки тяжелее воздуха, поэтому они спускаются вниз И очень много, они слипаются между собой в хлопья И поэтому мы видим снег Употребляя снег, можно не только простудиться Но и заразиться более серьезными заболеваниями Снег и сосульки есть нельзя, это вредно Вокруг нас много машин, которые выпускают из выхлопной трубы неполезный газ Он смешивается с воздухом, поэтому снежинки получаются грязные Снег имеет свойство впитывать в себя неполезные для организма вещества По нему ходим мы, бегают кошки и собаки Ездят машины, на него попадает огромное количество микробов и грязи Поэтому если есть снег, можно сильно отравиться Думаю, смогла вам объяснить, почему нельзя есть снег и сосульки Если у вас возникли сомнения, можете провести эксперимент Возьмитесь, снег, подождите, пока он растает Вы увидите сами, вода уже не будет такой чистой и прозрачной О результатах вашего эксперимента пишите мне в мою группу ВКонтакте Адрес вы видите на ваших экранах А с вами была я, доктор Ильдоминкина Будьте здоровы, пока-пока, до новых встреч! Тимофей, скажи мне, ты когда-нибудь сталкивался с песочной анимацией? Да, в детстве в песочнице такую анимацию рисовал Я не такую анимацию имею в виду Да понял, я просто шурчу Я вот никогда не пробовала, а нашей коллеге недавно повезло поучаствовать в творческом мастер-классе А как это было, смотрим в сюжете Всем привет! Сейчас я буду пробовать один из самых необычных способов рисования Это рисование песком Давайте же скорее пойдем Здравствуйте! Здравствуй! Тут можно научиться рисовать песком? Да, добро пожаловать! А что вообще для этого нужно? Для того, чтобы научиться рисовать песком Нам нужны наши пальчики Стол со световой подсветкой И песок Мне уже не терпится начать Давайте скорее приступим Давай! Для того, чтобы нам с тобой начать рисовать Нам нужно выключить свет Ну что, начинаем творить волшебство? Хорошо Скоро же Новый год Давайте нарисуем какую-то новогоднюю картинку? Конечно, давай! Нарисуем Что у тебя ассоциируется с Новым годом? Ну, елочка, подарки, шарики Отлично! Давай приступать? Давайте! Бери песочек и засыпай ровненько фон Сейчас мы с тобой сделали фон Есть разные способы рисования Есть на песке, есть песком Сегодня мы будем с тобой рисовать на песке Берем пальчик Для этого нам нужны наши пальчики Это наши инструменты Мы берем пальчики И начинаем выводить елочку Это синхронное рисование Это когда ребенок рисует двумя ручками Одновременно Как бы зеркальный рисунок Теперь мы с тобой вычищаем елочку Раскрашивай нашу елочку А кто вообще придумал рисовать песком? В 60-е годы прошлого века Канадский мультипликатор Кэролин Лип Водила руками по песку И подумала эти узоры сложить в какую-то историю Так и получился первый мультик Назывался он Петя и серый волк Ну, Новый год, это же веселый праздник Почему наша елочка такая грустная? Давайте ее раскрасим Давай ее украсим шариками разноцветными Хорошо Бери свои пальчики Ставь пальчик и раскручивай небольшой шарик А какие есть вообще способы рисования? Есть техника отсекания Это когда вырезается какой-то рисунок Отсекается лишнее Есть техника насыпания Это когда ребенок насыпает какой-то рисунок Через струю песка Есть синхронное рисование двумя ручками Это как бы зеркальный рисунок Вот как ты елочку рисовала? Мне кажется, здесь чего-то не хватает Давайте нарисуем звездочку? Конечно Ну, какая же может быть новогодняя елочка Без подарков под ней? Давайте нарисуем же подарки Конечно, давай Подарки готовы? Теперь сделаем снежок Наша картина готова? Да Как ты могла убедиться, это совсем не сложно Главное все делать поэтапно И тогда у нас все получится Как сейчас Спасибо вам большое за предоставленный мастер-класс Это было очень классно Приходи еще Песочная графика Искусство уникальное Потому что ему может научиться абсолютно каждый Достаточно только взять горсть песка в руки И начать творить Советую и вам попробовать этот вид искусства А с вами была Даша Пока-пока Тимофей, знаешь, что такое болдеринг? Это что-то связанное со спортом? Да Ты угадал А не буду ничего больше говорить Смотрим сюжет Всем привет, меня зовут Роман Я занимаюсь два года скалазами Мне 13 лет Мой друг пошел на скалазы И я тоже захотелась вместе идти Я хотел заниматься каким-то видом спорта Скалазами именно намерено то, что Я хотел покорить высокие горы Я хотел соревнования в Евпатории, в Ялте и в Симферополе Трудно, так что там было мало зацепов И было трудно залазить Проходил чемпионат опережства Республики Крым по скалазам Дисциплине болдеринг, то есть то, что у нас проходит И Рома один из тех, кто попал в сборную Республики Крым Рома молодец Ходит, приходит на тренировки всегда пораньше И очень любит приходить, прям говорить такое А что дальше, что дальше И все время ему хочется лезть, что-то делать Разминка, то есть мы делаем какие-то основные базовые упражнения И потом начинаем лазать И в конце может быть растяжка, в зависимости от того, кому что нужно Самая сложность лаза, это, скорее всего, прыгать с одного зацепа на другой Это называется джанк Мы выезжаем тоже два раза в неделю на скалы Ну, в основном И лазаем на страховке вместе с тренером Для того, чтобы лезть какую-то определенную тренеру Сначала нужно ее продумать, а потом уже начинать ее лезть То есть ты не продумаешь тренеру, то ты во время лазания Это занимает много сил, чтобы продумать, куда ты будешь стоять ногу или руку На горах сложнее, потому что в зале маленькая высота А на горах больше, ну и зацепы из камня, и они больше подходят для рук Что главное, руки или ноги? Главное скалазание – это ноги Что нам единственное надо, это просто, чтобы рука не соскользнула То есть, а как мы поставим уже ноги – это дело каждого И каждый сам чувствует, как это лучше сделать Скалаз, по сути, это такой своеобразный гимнаст Которому нужно уметь все И нужно уметь, как бы, пользоваться своим телом И развивать его во всех абсолютно направлениях Ребята, передача подошла к концу Если она вам понравилась, не забудьте написать о своих впечатлениях в вашей группе ВКонтакте С вами были Соня, Тимофей и Пиратия Витамин Всем пока!!! Субтитры сделал DimaTorzok